Можно ли есть сыр и при этом худеть? Есть ли сыры, подходящие для диет? Вы на канале онлайн-школы домашнего сыроделия Cheese Lab, той самой школы, где прошли обучение уже более 3000 человек и уже вовсю наслаждаются процессом сыроварения и лакомятся своими полезными домашними сырами. И я, ее преподаватель Светлана. В этом выпуске мы поговорим о диетических сырах с минимальным содержанием жира и о пользе сыра в целом. Итак, очень многие люди, когда хотят похудеть, часто садятся на диеты и у них возникает вопрос – я хочу похудеть, но сыр – это один из моих любимых продуктов. Обязательно ли его исключать? Вовсе не обязательно, а точнее даже запрещено. Но обо всем по порядку. Есть некоторые виды сыра, которые обладают меньшей жирностью и меньшей калорийностью, но имеют огромное количество микро- и макроэлементов, которые очень полезны как раз при похудении. К таким сырам относятся сулугуни, фета, рикота и много других. Это сыры, которые есть у нас на курсе и они отлично подходят тем, кто следит за своей фигурой, так как калорийность в них достаточно невысока по сравнению с другими сырами. К тому же употребление сыров ведет к повышению уровня масляной кислоты в организме, что в свою очередь позитивно ассоциируется с понижением веса и ускорением метаболизма. Это не выдумка, а результаты небольшого исследования, проведенного в 2015 году в Университете Орхуса в Дании. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Если же вы все еще думаете исключить сыр из своего рациона или нет, учтите, что сыры обладают огромным количеством полезных витаминов, таких как калий, кальций, витамины В1, витамины А, витамины Е, натрий, железо, фосфор, марганец, цинк, которые необходимы в принципе человеку. Низкокалорийные сыры влияют на здоровье костей, на здоровье зубов, на кровяное давление, улучшают микрофлору кишечника и даже снижают холестерин, как ни странно. Нет слов. Также некоторые сыры содержат жирные кислоты омега-3, что приносит пользу сердечно-сосудистой системе и головному мозгу. Поэтому, если вы хотите похудеть, либо вы постоянно придерживаетесь каких-то диет, то не стоит ни в коем случае исключать из своего рациона совсем сыры. Просто нужно подобрать именно те, которые вам можно при вашем сбалансированном питании. Дальше мы разберемся, какой же вам сыр все-таки выбрать и не сбиться с вашей цели. Более диетическими сырами считаются более влажные сыры, а именно мягкие сыры, так как даже концентрация жира на тот же вес, на 100 грамм гораздо меньше, чем в более твердых, прессованных, выдержанных сырах. Если вы хотите научиться самостоятельно дома делать один из видов мягких сыров, приходите на наш бесплатный мастер-класс, ссылку на него я оставлю в описании. Помимо проверенного рецепта вкуснейшего сыра, вы получите массу полезной информации для будущего сыродела. Начиная с того, какое оборудование необходимо на первых парах для того, чтобы варить сыр дома и заканчивая списком проверенных поставщиков качественных фермерских продуктов и молока для того, чтобы варить вкусный сырок. Поехали дальше. Если вы находитесь на жесткой фитнес-диете, то самым подходящим, наверное, из всех сыров будет рикотта. Это один из самых низкокалорийных сыров, которые получаются из остаточного белка после какого-нибудь сыра. То есть, при изготовлении основного сыра остается сыворотка, которая насыщена еще белками, самыми мягкими и нежными. Жиров в таком сыре остается совершенно маленькое количество. И что интересно, такой сыр, как рикотта, делается, как правило, пресным сыром. И он прекрасно подходит не только взрослым, но и самым маленьким деткам. Когда вы начинаете вводить прикорм малышам, то есть, с 6 месяцев ребеночку, уже можно давать небольшое количество рикотты. Годовалого-двугодовалого ребенка можно смело кормить блюдами из рикотты. А блюд из такого сыра можно приготовить огромное количество. Из него можно делать запеканку, делать какие-то закусочки с зеленью, употреблять свежими овощами, с зеленушечкой. Если любите сладость, можно немножечко добавить джема или меда. Можно также даже делать тортики с минимальным количеством сахара. Поэтому вся семья может питаться очень правильно и низкокалорийно. А давайте соберем под этим видео самые классные рецепты с рикоттой. Поделитесь в комментариях, в каких блюдах вы любите ее использовать. Как ни странно, а я сама начинала варить сыры только, вообще начала варить, только потому, что однажды села на диету, на детокс, в которой нельзя было употреблять молочные продукты совсем, и тем более сыры. И, как выяснилось к концу детокса, за время диеты этой я не могла прожить без сыра. Вот эти три недели просто без утреннего кофе с кусочком сыра для меня были мучением. И когда я уже начала сама варить множество различных сыров, читая, узнавая различную информацию, я сделала вывод, что просто необходимо понимать, какой сыр лучше употреблять, если ты хочешь похудеть именно. Кстати, в одном из выпусков я рассказала, что нужно, чтобы начать варить сыр самостоятельно дома. Для тех, кто не видел, ссылочку оставлю вот тут. Только не нужно думать, что вы можете килограммами есть сыр каждый день и вес при этом расти не будет. Любой, даже низкокалорийный и полезный продукт все равно необходимо употреблять в меру, не нужно им злоупотреблять и переедать. Итак, если вы хотите худеть, то делайте это правильно, не лишайте свой организм нужных витаминов, выбирайте низкокалорийные сыры, но не забывайте о чувстве мере. В общем, всем здоровья! Худейте, наслаждайтесь и кушайте! А чтобы не пропустить новые полезные видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик. А с вами была Светлана. И помните, сыроделие – это творчество. Давайте удивлять близких вместе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok